Курганская метеостанция существует с августа 1939 года. Здесь ведут наблюдения за температурой воздуха, за влажностью, за ветром, а также могут составить приблизительный прогноз на всю зиму. В ближайшие 2-3 дня у нас начнет поступать воздух с Северного Ледовитого океана. И поэтому третья декада декабря у нас будет по температуре ниже обычного на 4-5 градусов. И в отдельные ночи по области температура составит и минус 28, и даже минус 30-32 градуса. По предварительному прогнозу, январь ожидается обычным, но снега будет мало. А вот февраль принесет с собой снегопады, а температура будет нестабильна. Возможно, похолодание, а к концу месяца оттепель. В 2018 году снега уже выпало достаточное количество, но до весны его ожидают выше нормы в 1,5-2 раза. Зимой ежедневно определяют высоту снежного покрова по трём снегомерным рейкам, которые находятся на метеоплощадке. Эти наблюдения необходимы как для прогнозов по паводку, так и для сельхозработ. Помимо этого, мы каждые 10 дней зимой ходим и измеряем плотность снега, запас воды. Кроме того, мы делаем наблюдения за количеством выпавших осадков. Это измеряется у нас 2 раза в сутки. Снег попадает в специальный осадкомерный прибор. Затем этот снег размораживается и выливается в ёмкость, которая показывает количество осадков в миллиметрах. Также следят за промерзанием почвы. Чем меньше снега, тем глубже промерзает земля. А чем глубже промерзание, тем больше снега уходит не в почву, а в реки. Эта информация стратегически важна для сельского хозяйства и для прогноза весеннего половодья. Поэтому на метеостанции тщательно измеряют, сколько выпало снега и насколько он насыщен водой. Алла Маковеева, Оксана Шевцова, Владислав Базалев, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.